Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире Формула Права, с вами я, Анастасия Ибрайчева, и сразу скажу тему, которую мы сегодня обсуждаем, все о пластиковых картах. Эту тему мы обсуждаем сегодня с Еленой Мазжухиной, старшим вице-президентом Бинбанка. Елена, доброе утро. Доброе. Телефон студии, можно позвонить, задать ваш вопрос 65 10 99 и 6, код Москвы 495, также можно написать на сайт finam.fm, на страничку программы Формулы Права. Вы можете задать вопрос, поделиться своей ситуацией, потому что с пластиковыми картами, хотя мы все, по-моему, уже давно-давно с ними сжились, но тем не менее вопросов действительно возникает много, и даже у меня, хотя я и юрист, и вроде бы достаточно продвинутый технический человек, пользуюсь картами давно, но вопрос у меня тоже есть. Елена, воспользуюсь случаем, задам их вам сегодня. Еще раз телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495, а к вам у меня сразу вопрос такого рода. Вот меня все время интересуют блокировки. Те блокировки, когда какая-либо торговая точка или банк, вот расскажите нам, кто это делает и как с этим бороться, и можно ли с этим бороться, блокируют денежные средства на карте на, насколько я знаю, 30 дней. И вот они и не ушли никуда с картой, и в остатке доступном не значится. Вот можно ли с этим как-то бороться, потому что иногда это приобретает значительный масштаб. Ну, бороться, наверное, нужно, но осторожно. Прежде всего потому, что все блокировки, которые происходят по счету, по карточному счету клиента, либо по его текущему счету, они осуществляются по инициативе какого-либо предприятия, торговли, сервиса. Где мы использовали карту. Если вы пытались ее использовать, продавец пытается получить те деньги, которые ему принадлежат фактически, если операция была совершена, в удачном случае операция происходит мгновенно, то есть деньги, запрос от продавца поступает к вашему счету, к счету держателя карты, деньги блокируются и мгновенно списываются. Через несколько секунд они оказываются уже в пользовании продавца, операция совершена, все разошлись и все забыли. Ситуация, о которой вы говорите, ситуация, возможно, с какими-то проблемами в силу разных причин. Технических причин, технически настроенных, программных всяких разных вещей, либо какие-то другие ситуации, которые могут быть. Тогда вот этот разрыв во времени существует. Соответственно, продавец сигнал банку дает, банк сигнал выполняет, поскольку это обязанность банка. Деньги на счете блокируются, и дальше банк ждет, придет второй запрос на списание, либо не придет. Если он приходит в течение 30 дней, тогда операции, у нас опять же, списание и блокировка сливаются вместе, деньги со счета списываются, уходят к продавцу. Если запрос не пришел, через 30 дней эти деньги должны быть разблокированы, потому что банк не обязан дальше их иметь в распоряжении с тем, чтобы отправить продавцу, если все-таки запрос придет. Обязанность банка иметь возможность эти деньги продавцу отдать. Не исключено, почему, собственно, это возникло, это не новая проблема, и эта проблема с карточками была всегда, вот сколько я занимаюсь карточками, это порядка уже 20 лет, наверное, даже больше. Эта проблема была всегда. Может оказаться ситуация, если вдруг банк почему-то эти деньги не имеет в качестве заблокированных, что приходит запрос от продавца, который все-таки... А на карте денег нет. Да, а денег на счете нет. Кто тогда будет платить по этой операции? Поэтому банки, чтобы перестраховаться и всегда быть уверенными, что операция будет проведена так, как просил покупатель, поскольку все-таки он инициативировал вообще общение с продавцом и пытался что-то приобрести, эти деньги блокируются. Разные продавцы блокируют на разные суммы, как правило, особенно если это платежи совершается где-то за рубежом, сроки могут быть разные. В принципе, до 45 суток может сумма висеть заблокированная. Если сумма действительно достаточно серьезная и для вас она чувствительная, так скажем, имеет смысл пообщаться с продавцом, попытаться у него попросить какую-то либо команду из серии «Нам эти деньги больше не нужны, разблокируйте банку». А как она выглядит? Все очень индивидуально. Письмо какое-то или через те же терминалы? Как? Какого-то единого универсального способа нет. Я лично сталкивалась с тем, что я просил написать мне письмо и отправить его по факсу. Это было на заре, когда еще вообще не было электронных никаких способов общения, тогда еще слипы были. Может быть, звонок. Маловероятно, что банк будет готов, так скажем, по звонку попытаться это сделать, но тем не менее, если сумма действительно чувствительная, вам нужно сделать так, чтобы она разблокировалась, нужно пытаться все способы использовать. В принципе, банк прав, когда он говорит, извините, мы ничего сделать не можем, мы связаны условиями нашего договора с платежной системой, мы должны эту сумму иметь блокированными. Поэтому инициатива должна прежде исходить от вас, с вашей стороны, как держать для карты, и помощь продавца в этом случае должна быть. Если продавец отказывается каким-либо образом с вами коммуницировать, то остается только ждать, к сожалению. То есть бывают такие ситуации, при которых деньги блокируются, но продавец их не забирает по той или иной причине, не произошла сделка или что-то еще. И если продавец не идет навстречу, то банку претензии, получается, никакие предъявить нельзя. Ну, предъявить претензии, естественно, можно. Весь вопрос, что они будут необоснованными. Ну, я имею в виду, обоснованные, конечно. Да, они необоснованными. Лучше работать с продавцом. Если продавец, по вашему мнению, ведет себя, так скажем, не партнерски, и действительно не прошла операции по любой причине, в том числе потому, что оказалось, в момент, когда с вас списывали деньги, оказалось, что товар бракованный, и вы просто сказали, что вы его не будете приобретать, на него нужно жаловаться. Да, есть государственные органы, которые наблюдают за деятельностью разных типов продавцов, как правило, это Роспотребнадзор, другие могут быть органы, можно жаловаться туда и просить. Весь вопрос, насколько быстро это произойдет, и что вы получите. Мы сегодня обсуждаем, Елена, пластиковые карты, поэтому интересен механизм. Елена, у нас есть звонок, Александр на линии. Здравствуйте, Александр. А, вот мне показывают, что связь разорвалась. Тем не менее, напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, также сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права» вы можете написать и ваш вопрос, и вашу ситуацию. У меня, кстати, вы сейчас упомянули слипы, ну так, вскользь, на заре, когда были слипы. А у меня к вам, Елена, будет, и я думаю, что мы можем и сейчас его коснуться, большой вопрос по поводу мошенничества с пластиковыми картами, потому что вы знаете эту систему, во-первых, давно, во-вторых, изнутри, вот расскажите нам. Потому что слипы это действительно было совсем на заре. Ну, тем не менее, в двух словах, расскажите, что это было и как это выглядит сейчас. Слипы действительно, это были первые вообще документы, которые оформлялись с пластиковыми картами. Я не думаю, что большинство наших радиослушателей их помнят, но тем не менее, расскажу. Были такие аппараты, это механическое совершенно устройство, которое выглядело как конструкция из металла и пластика, в которую вкладывалась сначала карточка, то есть она должна была быть обязательно с выпуклой информацией, на которой было имя клиента, его фамилия, дата и сроки действия. Далее на эту карточку укладывался слип, так называемый, это такая пачка бумаги, самокопирующаяся 3 или 4 экземпляра. И путем проведения пластиковой части по карте на слипе отражалась та информация, которая была нанесена на карту. После этого слип вписывалась в сумму руками. После этого продавец звонил в свой колл-центр, специально организованный для расчетов, либо напрямую в банк, говорил, здравствуйте, у нас покупка. Называл сумму покупки, получал код авторизации, который также механически вписывался в этот слип. После этого слип подписывался клиентом и, собственно, операция считалась произведенной. Естественно, как только эта система возникла, в мире нашлось достаточно большое количество людей, которые заинтересовались таким новым способом осуществления расчетов и попытались что-то поиметь себе в качестве личной выгоды, и не имея на то никаких оснований. Возникло такое вид вошенничества, которое называлось белым пластиком. Действительно, это был белый кусочек пластика, в отличие от той красивой карты, которую все мы с вами теперь в том числе держим в руках с эмблемами платежных систем. На этот кусочек пластика, либо с помощью клея, либо с помощью каких-то других более современных устройств носились все эти данные, которые должны были быть на карту, и дальше через дружественного продавца-соучастника преступления, с этого белого пластика откатывался фактически отпечаток карты, и дальше по той же нормальной стандартной схеме, получение авторизации, подделка подписи клиента и предъявление этого слипок платежом. С развитием современных технологий отошли в прошлое вот такие сложные аппараты, бумажные экземпляры и так далее, и сейчас практически все платежи в мире осуществляются с помощью современных устройств, это как минимум посттерминал, и как максимум это операции в интернете, которые совершаются вообще без какой-либо личной встречи продавца и покупателя, предъявления карты именно как физической какой-то единицы. К сожалению, в общем-то, это достаточно стандартное развитие ситуации в мире, а мошенники продвинулись. Перебрались в интернет-пространство. Перебрались туда, куда ушел, собственно, пластик, и ушли операции, и сказать о том, что сейчас значительно меньше способов мошенничества нельзя, наоборот. Ситуация развивается и шагает вперед семимильными шагами, и способы мошенничества становятся все более изощренными, начиная с перехватов информации, когда она идет от посттерминала к тому месту, где она обрабатывается, и заканчивая элементарным врастом карточек с тем, чтобы списать информацию с ее магнитной полосы. Поэтому пользователи карт должны становиться все более и более осторожными и очень четко понимать, зачем они пользуются картой, сколько денег на этой карте есть, либо сколько денег по этой карте можно потратить в том случае, если эта карта кредитная, и очень аккуратно распоряжаться этой картой как физически, то есть думать, куда эта карта, кому в какие руки она выдается, так и тем более, осуществляя платежи в интернете. Если говорить об каких-то элементарных правилах, и это пишут во всех памятках, так скажем, по финансовой грамотности, применительно к банковским картам, когда вы расплачиваетесь картой, никогда не упускайте ее из своего вида, всегда контролируйте, где она находится и в чьих находятся руках. Логично услышать возражения, да, в ресторане ее же в принципе унесут, но вот мой личный опыт показывает, что все большим и большим количеством ресторанов, как правило. Они либо приносят терминал, либо просят пройти к кассе. Да, а официант, увидев, что вы хотите расплатиться по счету картой, предлагает какие-то такие современные способы, либо посттерминал действительно приносится на стол, тем более, что теперь они все без проводов работают по Wi-Fi, либо просят подойти. Поэтому, если вы находитесь в месте, в котором, так скажем, вы не уверены, которое вызывает у вас вопрос, держите карту практически в руках. Мы сейчас выслушаем новости и вернемся в прямой эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать пластиковые карты. Телефон студии 651099, 6, код Москва 495. Также на сайте finam.fm, на страничке программы «Формула права» можно написать ваш вопрос, но у меня в студии Елена Мазжухина, старший вице-президент Бинбанка. Вот, Елена, мы обсуждали мошенничество, и, собственно, предыдущая часть у нас закончилась тем, что карту даже в нынешнее время, когда уже не делают вот эти вот белый пластик, слипы и так далее, даже сейчас нужно держать на виду и никому не отдавать. А почему? Что может с ней произойти? Ну, я не говорю о том, что ее могут украсть. Это какие-то уже банальные такие вещи. Ну, и кошелек тоже надо с собой держать. Это же тоже деньги, да? А что, в принципе, технического сейчас такого может произойти с картой, что повлечет в списание денег? Технически с картой может произойти очень неприятная ситуация. Это списание всей той информации, которая находится на магнитной полосе. Это вот та темно-коричневая либо черная полосочка, которую на обороте... То есть ее можно будет банкомат засунуть? Да, по этой информации можно изготовить, опять же, другую карту. А пин-код? Красивую, некрасивую и так далее и тому подобное. И начать ее использовать. Не все операции, может быть, это секрет, но тем не менее расскажи. Не все операции производятся с использованием пин-кода. Это первое. Второе. К сожалению, к сожалению, уровень финансовой грамотности пользователей, держателей карт, он в некоторый момент оставляет желать лучшего. И есть куча примеров, когда человек говорит, ну да, пин-код, конечно, но он же у меня на карте был написан, я его там нацарапала аккуратненько, чтобы не забыть. Вот если такая ситуация произошла, то здесь мошенникам даже ничего и думать не надо. Вся информация у них находится в руках и мгновенно делается. Дальше. Пин-код можно подсмотреть, прежде чем украсть, так скажем, информацию с этой магнитной полосы. Поэтому, когда пин-код вводите, пожалуйста, очень внимательно посмотрите вокруг, что происходит. Есть мошеннические группы, которые устанавливают камеры на банкоматах и очень внимательно записывают, какие комбинации на клавиатуре нажимает пользователь, когда он снимает деньги в банкоматах. То же самое, поскольку сейчас очень большое количество чипованных карт, которые требуют введения пин-кода вместо подписи при совершении операции, соответственно, пин-код может видеть продавец, как минимум, человек, стоящий рядом, человек, стоящий за вами в очереди. Если карта воруется, так скажем, по заказу, сначала, естественно, будет пин-код выяснен либо описанными выше способами, либо, опять же, пользуясь какой-то нашей, так скажем, непродуманностью в поведении, часто листики с пин-кодами лежат в кошелёчке рядышком в соседнем отделении, они могут лежать в сумке в той же самой, они могут быть записаны в телефоне, например, на адрес пин-код, они могут быть записаны ещё где-то, поэтому старайтесь, если вы беспокоитесь о своих деньгах, тем более о деньгах, которые не находятся у вас в руках, очень внимательно относиться к пин-коду, поскольку с юридической точки зрения, опять же, учитывая рубрику, в которой мы с вами общаемся, введение пин-кода означает ваше согласие на совершение операции, поскольку это аналог собственноручной подписи. Такие операции практически невозможно оспорить нигде. А вот у меня вопрос сейчас немножко не с мошенничествами связан, но по технике. У меня все карты, как вы сейчас сказали, чипованы, я не очень знаю терминологию, но тем не менее, все карты, там 99% операций, которые я провожу не в интернете, требуют ввода пин-кода. Но иногда вдруг прихожу к какому-то обычному продавцу, вот обычному, ничем не эксклюзивно, это может быть заправка, это может быть продуктовый магазин, и вдруг мне выдает чек и просит расписаться, не требуя с меня пин-кода. От чего это зависит? Это зависит от того продавца, от того оборудования, которое у него стоит. К сожалению, либо к счастью, операты, которые одновременно могут списывать информацию на магнитной полосе, и списывать информацию с чипа, они стоят дороже, что объективно, поскольку две функции, и не все, к сожалению, могут себе позволить вот такие более современные технологии. Но в принципе, за чипами вопрос будущего, и наше российское законодательство движется уже в сторону того, чтобы сделать информацию, запись информации на чипе, использование чипа, как необходимый атрибут пластиковых карт, ну, может быть, не в ближайшие годы, но мы к этому обязательно придем. И в Европе, наверняка, у многих наших радиослушателей такой опыт был, продавцы искренне удивляются, когда они пытаются найти чип на карте, а его нет. И они с пониманием относятся, что это карта из России, естественно, не отказывают по этому основанию в операции, но тем не менее в Европе чип — это уже просто необходимый атрибут карты. А у меня, кстати, такой тоже вопрос, возвращаясь к мошенничеству обратно, потому что я думаю, что это интересно всем и многим. Мы сейчас говорили про физическую карту, мы говорили о том, что если она физически окажется в руках злоумышленников, можно списать определенными техническими способами информацию с магнитной ленты. Если при этом еще посмотреть пин-код, то вообще проблем нет. Кстати, с меня один раз в жизни, я даже сейчас не припомню, за сколько лет, попросили паспорт. У меня не был паспорт, но я дала водительское удостоверение, чтобы удостоверить, что карта моя. Ни разу никто. Более того, у меня мой муж очень часто ходит с моей карты, на которой написано женская фамилия, женское имя, и у него ни разу... А, нет, вру, один раз спросили. Точнее, не спросили, а им просто сказали, что не проведут операцию, потому что посмотрели, но это уже паспорт не нужен был, уже очевидно было. А паспорт никто не спрашивает, поэтому я и спросила по поводу пин-кода и подписи, потому что я тоже что-то там подписываю, кто подписал, что в чьих руках карта находится, меня не спрашивали. Те несколько раз, когда вот это происходило. Тем не менее, мы говорим о физических, об использовании карты как физического объекта. А вот в интернете. Мошенничество в интернете, я думаю, что знаю, и от предварительной беседы с вами тоже, Елена, знаю, что достаточно большое количество. Кратко расскажите вообще, что может быть, потому что сейчас очень много операций производится в интернете, и я, собственно, тоже, это очень удобно, не выходя из дома, в компьютере, можно провести операцию, обладая пластиковой картой. Самый разумный совет, наверное, для использования карты в интернете, заведите специальную интернет-карту, на которой будет находиться нужное вам количество денег в тот момент, когда вы совершаете эту операцию. Большинство банков такие современные виды карт предлагают, а карты упрощенные, то есть они не содержат на себе лишней, так скажем, информации. Эти карты нельзя использовать нигде, кроме как в интернете. У них, как правило, нет какой-то специальной дополнительной, так скажем, защиты, и в ваших руках действительно контролируют наличие этих средств использования этой карты именно вот в этом канале. В большинстве пакетных предложений банков эта карта идет как дополнительный такой способ контроля над сохранностью, так скажем, своих денежных средств. В общем-то, это очень удобно. Наверное, если вы не имеете такой карты, а используете свою нормальную карту, все-таки старайтесь выбирать карту ту, на которой действительно меньше денег, либо ту, которая не является кредитной, чтобы не оказаться... Ну, как сегодня там меньше, а завтра зарплата поступил человеку, или еще какой-то доход стало больше. Тогда заведите себе еще какую-нибудь совсем отдельную карту, если слово интернет-карта вызывает у вас стойкое отражение, и старайтесь, чтобы действительно туда никто не перечислял деньги, кроме вас, в ограниченных объемах. К сожалению, все киберпреступления, так называемые, они очень сложно идентифицируемы, еще более сложно наказываемы, поэтому они действительно процветают, и мошенники, карточные мошенники, в том числе, действительно переместились в интернет-пространство, и они, к сожалению, в некоторых случаях действительно быстрее соображают, как и где можно что-то сделать, в отличие от банковских специалистов, в общем-то, этим пользуются. Но опыт последний, в том числе международный, показывает, что все чаще таких людей задерживают, вина их доказывается, они отправляются отбывать наказание, и с них еще дополнительно взыскиваются эти деньги, которые были... Мы знаем, что в нашей стране на слое взыскивается, у нас может наступить большая пауза, и денег от этого не прибавится, да, потому что исполнительное производство, мы как-то даже программу делали, собственно, на эту тему, потому что очень сложно исполнить решение или приговор суда в честь гражданского иска, даже если там написано взыскать, а реально денег нет, еще сколько будет следствия идти, в общем, по сути, с деньгами можно распрощаться, если их уже украли. Но вот у меня вопрос следующий, распрощаться или нет, кстати, очень важный вопрос. Когда мы осуществляем через интернет, любой держатель пластиковой карты осуществляет через интернет покупку, у меня, я просто сейчас вспоминаю вот эти вот надписи различных систем, через которых у каждого магазина, который принимает платежи по карте дистанционно через интернет, есть некая система, я, может быть, не совсем правильными словами говорю, которой они подключены. И они всегда пишут, что по защищенному соединению все это происходит, что это безопасно и так далее. Прям надписи такие происходят, что все замечательно. Можно платить. И вот, допустим, я плачу, и у меня происходит мошенничество какое-либо, связанное с дырой в этом обеспечении, которое нашли злоумышленники, связанное, может быть, с каким-то пробелом в программе банка или еще где-то. Понятно, что есть сами мошенники, возможно, их найдут, может быть, даже накажут, но до этого момента по внутреннему взаимодействию банков, платежной системы и, соответственно, плательщика, который этим всем пользуется. Мы же еще потребителем являемся вдобавок. Можем ли мы, соответственно, обратиться и кому, к банку или к системе? За взысканием. Написано же, все у нас безопасно. Получилось нет? Теоретически, теоретически можно обратиться, наверное, к платежной системе, которая приняла, так скажем, в свои ряды продавца, не обеспечивающего информационную безопасность и сохранные средства при осуществлении платежей. Не могу предугадать, насколько успешна будет такая жалоба либо судебный процесс, если он будет инициирован. Но пытаться всегда нужно, особенно, если, опять же, сумма чувствительная. Вот из таких пользовательских воспоминаний, то, что мне прямо сейчас пришло в голову, насколько ясно, в случае, если действительно это защищенный канал, в командной строке на экране появляется такой замочек сверху, и по всем стандартам информационной безопасности всегда пишут, что обращайте внимание не только на слова, но на этот маленький значок, который каким-то образом может быть подтверждает, что это действительно безопасный канал. У нас есть звонок в студии, напомню, телефон 6510996, код Москвы 495. Артем на линии, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слышим вас. по безопасности карт. Я вот пользовался для интернет-покупок в основном PayPal, считаем его довольно-таки безопасным. Но есть как бы интернет-магазины, в основном американские, в которых просто указываешь данные с карточки, которые видны визуально. Да? Даже не знаю, пин-коды снимаются деньги за покупку. И все. То есть, по сути, злоумышленникам будет достаточно карту увидеть, чтобы снять с нее мои деньги. Хороший вопрос. Кстати, Артем, я тоже столкнулась именно в Америке. При желании дистанционно приобрести некий товар, мне сказали, ну, пришлите номер вашей карточки и код вот этот сзади, который находится. И дальше им больше ничего не нужно. Им не нужен мой сотовый телефон, по которому я должна код там, допустим, ввести. Им не нужен мой пароль. Там в разных банках разная система защиты. Ничего не нужно. Вот как это возможно? Артем, спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Ну, наверное, это какие-то тонкости американского законодательства, могу предположить. Но приходит это в российский банк. Я понимаю, но в российский банк не видит, каким образом магазин получил данные клиента. Российский банк получает запрос из платежной системы, который выглядит, опять же, как система определенных цифр, букв и так далее и тому подобное, которая автоматически обращается к счету и на основании этого запрос из платежной системы банк деньги списывает либо блокирует. Презюмируется, что тот продавец, который инициировал вот это движение запросов через платежную систему, он имел все основания для этого совершения. Делал он это законно, делал он это, так скажем, полузаконно, делал он это потому, что он посчитал, что ему достаточно всего лишь нанесенной информации о клиенте и CVC-код, который написан на обороте, пластиковые карты. Наверное, это вопросы к этому продавцу. Я не знаю американское право, к сожалению, поэтому сложно проконутировать. Елена, мы сейчас, я прошу прощения, что перебила, выслушаем новости, две минутки, вернемся в прямой эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему, связанную с пластиковыми картами. У меня в студии Елена Мажухина, старший вице-президент Бинбанка. Телефон студии, напомню, 495 код, 651099,6 это телефон непосредственно, и также сайт finam.fm на страничку программы «Формула права». Вы можете написать ваш вопрос или ваш комментарий или какой-то рассказ, но вот до новостей у нас, Елена, очень хороший вопрос возник, и он у меня тоже, вот сразу я вспомнила, что у меня такие ситуации были. Я думаю, что те, кто проводит интернет-платежи, сталкивались с тем, что банки, в которых, собственно, оформлена карта у конкретного человека, имеют какую-то систему защиты. Допустим, это может быть смс-сообщение с кодом для конкретной операции. Ты на свой телефон получаешь этот смс, и несмотря на то, что пользуешься при этом платежной системой, платежная система перенаправляет на страницу банка, тот берет у тебя какие-то коды или в зависимости от того, что требуется, потому что у меня в нескольких банках, например, есть карта, один требует пароль, восстановить я его тоже только со своим телефоном могу, другой просто код присылает, кто-то одноразовые коды делает, и так далее. Но, тем не менее, какие-то системы есть. И в моих карточках тоже, в банке есть такие системы. Но когда американский продавец попросил с меня просто данные карты, у меня карты, как раз, как вы сказали, посоветовали нашим слушателям для интернет-платежей, я не сильно пережила, но мне было страшно любопытно, проведет он операцию, но он ее провел. Ему не нужен был мой телефон, ей не нужно было смс, пароли, коды, все что угодно. Это возможно? И неужели сам банк не спрашивает платежную систему, почему платежная система, пусть другого государства, не спрашивает какие-то секретные данные, которые обязательно для ввода? Или это зависит от карты? Вот расскажите, Лена. Я думаю, что это зависит прежде всего от карты, от правил той платежной системы, к которой принадлежит ваша карта. Если по каким-то видам операций либо с какими-то продавцами настроены таким образом, что ничего не требуется, то, соответственно, операции проводятся без каких-либо вопросов. И логично, что российский банк никоим образом не отвечает, так скажем, за необеспечение безопасности, потому что это правило платежной системы, в которой он работает. Я помню, что, опять же, возвращаясь к вопросу истории белого пластика, вот тогда, когда эти слипы оформлялись, существовали, так называемые подлимитные транзакции, которыми тоже, кстати, активно пользовались мошенники. Например, в Берлине был такой магазин «Корштадт», по-прежнему, насколько я знаю, там существует, и россияне очень любили туда путешествовать. Была целая группа, про которую нам рассказывали на каком-то тренинге, платежная система, которую проводила, которая в этом магазине воровала у людей карточки, оббегала все этажи, хватала просто все товары, которые лежащие на сумму меньше 100 долларов, оформляла очень быстренько по ним операции, и, соответственно, человек вечером, или через какое-то время, поняв, что у него карточки этой нет, в конце, возвращаясь, обнаружил к своему счету кучу-кучу-кучу слипов выставленных, и когда он говорил, как же так, почему же вы в банк не позвонили, оказывалось, что все эти операции подлимитные. А что это значит? Подлимитные? Это значит, например, лимит 100 долларов. До 100 долларов такая голосовая авторизация не проводится, то есть предполагается, что, скорее всего, на счете у человека ну уж 100 долларов найдется. Но если за день по 10 этажам пройти и совершить там 10 покупок, это уже 1000 долларов. А сейчас есть такое? Сейчас, наверное, какие-то такие лимиты есть, не очень большие, скорее всего. Не исключено, что вот этот американский опыт, о котором вы рассказывали, радиослушатель наш рассказывал, это именно какие-то не очень большие суммы, которые вот в таком упрощенном порядке производятся, потому что все меры безопасности, в любом случае к пластиковым картам и к всем другим нашим случаям, они должны быть адекватны. Да, говорить о том, что мы каждому должны представить охранник, он будет ходить вокруг с пистолетом и с автоматом, это неразумно, если не для этого определенных причин. Если это, например, опираться на какую-то, опять же, для Америки, например, мелкую сумму, то, может быть, они именно проводятся в таком очень простом режиме. Елена, давайте выслышаем звонок. У нас Алексей на линии. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Вот как раз в продолжении того, что вы говорили, мы в очередной раз отдыхали в Мексике, карта золотая, она чупованная. Прецедентов никаких не было, но спустя вот, после последнего отдыха, спустя месяц, да, была попытка дважды снятия, не из Мексики, а из Америки, да, с данной карты сумма, там, где-то 880 долларов, да, следующая попытка была, там, 50 долларов. То есть, мне вот тогда не очень понятно, то есть, с одной стороны, вы говорили, я просто сначала не слышал о том, что чипованные карты достаточно серьезно защищены, да, а с другой стороны, я понимаю, что наверняка они попытались через какой-то там интернет-магазин, да, с учетом наличия, как бы, номера карты и обратного CV-кода, списать эту сумму. Мне просто повезло, что я на нее еще после возвращения их просто несколько карты, да, деньги не положил дополнительно, а так бы, в принципе, произошло бы списание. Первый вопрос. В данном бы случае, если произошло списание, я мог бы что-то инициировать там, запрос на возбуждение вот этого какого-то уголовного дела, да, для того, чтобы показать о том, что действия не предпринимались, а в другой стране четко понимаю, что это интернет, да, что точно так же я оплачиваю, да, абсолютно верно, используя там карты с минимальными суммами тех же, ну, суммы на карты для того, чтобы делать платежи через интернет, как бы себя без заплаты. Но, с другой стороны, получается, что выщищенности просто никакой нету. То есть даже, то есть получается, и в магазин, и совершая там покупки, да, то есть там заправки были, да, стандартные, аренда автомобиля, там отели и так далее, и так далее, магазины, вы все равно вынуждены тогда, получается, иметь дополнительную карту, на которой используете вот именно для этих целей и используете определенный ограниченный лимит. Все, никакой защиты просто нету. Елен, прокомментируйте. Спасибо, Алексей. Говорить о том, что никакой защиты нет, наверное, я бы не стала, но говорить о том, что на чипованной карте есть абсолютная защита, я тоже не могу. К сожалению, ну, к счастью, да, ситуация благополучная для вас конкретно закончилась. Это такой способ мошенничества, который называется скимминг, когда данные вашей карты воруются каким-либо образом, не знаю, да, там, в какой момент произошло это, транзакция, точнее, ваша карта была скомпрометирована, так называется это на научном языке. После этого, видим, была изготовлена какая-то другая карта, и ей через какое-то время пытались расплатиться. Очень распространенная схема, есть даже список стран, так скажем, благополучных с точки зрения воровства вот таких данных с карт, есть список стран неблагополучных. Причем, например, если говорить о Европе, то Испания, Португалия стандартно значатся в качестве очень неблагополучных стран с точки зрения скимминговых схем, и там данные воруют везде, в магазинах, и через какое-то время человек начинает получать в лучшем случае запросы, как это с вами произошло, в худшем случае уже транзакции из каких-то совершенно, возможно, даже третьих стран, и судебные перспективы, либо перспективы рассмотрения жалобы, они, как правило, зависят от очень большого количества компонентов. Прежде всего, клиент должен будет доказать, что это не его транзакция, путем, например, предъявления копии загранпаспорта, который подтверждает, что человек никуда не выезжал, путем доказывания то, что карта на самом деле была все время с ним, и там, смотрите, да, вот в этот же самый день у меня операции в Москве совершенные, да, и при всем моем желании, и завтра у меня тоже в Москве, позавчера у меня в Москве, вчера в Москве, поэтому я не мог как раз вот между вот этими датами находиться, не знаю, в Мексике, в ЮАР, либо в какой-то еще другой, более отдаленной стране. Единственный, наверное, способ, точнее, два способа, да, которые существуют для того, чтобы этих мошеннических операций постараться избежать. Прежде всего, действительно контролировать, сколько денег у вас находится на той карте, которая побывала в неблагополучных странах, и второе, подключить такую услугу, которая называется смс-информирование, которая позволяет вам хотя бы мгновенно, близко к мгновенному, так скажем, среагировать на транзакции, которые вам непонятны, и если не предотвратить их, если, ну, не удастся, да, доказать, что это не ваша транзакция, но хотя бы предотвратить следующие транзакции, которые мошенники, скорее всего, будут совершать. Я вот слышала, может быть, вы меня поправите сейчас, Елена, что достаточно часто происходит сначала попытка списания маленькой суммы, совсем маленькой, один-два раза, и если они оказываются удачными, то после этого частенько уже списываются более значительные суммы. С одной стороны, ну, если они есть на карте, мошенники щупают саму возможность списания, а с другой стороны, наличие, видимо, естественно, денежных средств. Да, ну, ровно два поведения, они прямо противоположны. Первое, то, что вы сказали, действительно, сначала проверим, посмотрим, может быть, но здесь есть опасность того, что человек среагирует, и тогда карта будет заблокирована, и тогда, упс, наш план не реализовался. Второй, прямо противоположный способ, мы сразу выиграть так на миллион, пытаемся свисать максимум, и если получится, значит, мы выигрыши. Естественно, этот путь более опасен с той точки зрения, что тот максимум, который вы себе запланировали в качестве суммы, может вообще никогда не быть на этой карте. Да, он может просто элементарно превысить лимит, и тогда вы получите отказ не потому, что у вас плохо выстроена схема мошенничества, ну, не у вас, он предполагаемый мошенник, а просто потому, что чуть-чуть лимит превышен. Поэтому, как правило, мошенники по первой схеме действия, действительно, проверяют, зонируют почву. То же самое происходит с операциями, которые в банкоматах мошеннические. Если вот, когда мы произвольем разборы, да, там, действительно, это ворованная карта, и не транзакции нашего клиента, мы видим, да, там, сначала запрос, там, 100 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей. А, и уже прямо мы представляем картинку, ну, а давай 10 попробуем. О, повезло. А давай еще 20. О, 20 не прошло. Ну, давай 15 тогда. И эти все запросы видны, и поведение достаточно характерно преступников. Поэтому, как правило, это не одна транзакция. И тем более нужно смс-информирование, чтобы хотя бы вот в этой встроенном ряду мошеннических транзакций вклиниться в него и предотвратить все последующие. А вот у меня такой вопрос. Существует, если я права, существует определенный вид страхования, при котором, как раз вы сказали про смс-сообщение, которое приходит, если получилось или не получилось, но особенно, раз мы об этом говорим, если прошла транзакция, деньги были списаны так или иначе. А при этом это не ваш платеж. Существует схема страхования, которая позволяет, если оперативно клиент об этом сообщает, какие-то действия производит, по сути, банк за свой счет, ну, за счет страховки специфической, восстанавливает эти деньги на счету клиентов. Можете поподробнее рассказать, что это такое? Ну, поскольку есть, так скажем, потребность у клиентов, страховые компании, естественно, на нее среагировали, так же, как буквально несколько лет назад появился новый вид страхования от невыезда за рубеж по причине невыданной визы, потерянного документа и так далее, там подобное. Сейчас в свете развития пластикового, банковского бизнеса появились новые виды страхования, один из которых действительно это защита карты и защита этих денежных средств, которые находятся на счете либо которые по карте могут быть списаны от мошеннических действий. Здесь, если вы решитесь этой услугой воспользоваться, нужно очень внимательно посмотреть на те условия, которые предлагает конкретная страховая программа по этой программе, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы думали, что у вас все застраховано, а оказывается, это не так. И на что смотреть? Ну, нужно смотреть первое, что-то, как в любом другом виде страхования, что такое страховой случай. Это действительно причиненный ущерб, может быть, там есть какие-то ограничения по сумме, например, если это меньше такой-то суммы, то это не страховой случай, либо наоборот, если это больше такой суммы, то мы не компенсируем во все, компенсируем какой-то минимум. Второе, нужно посмотреть, каково должно быть ваше поведение, то есть, что вы должны предпринять как клиент, чтобы страховой случай не наступил. Если проводить вот такую очень понятную аналогию со страховкой автомобиля, в большинстве программ по ущербу и угону написано, что если вы оставили документы и ключи в машине, у вас виноват журнал, то это не страховой случай. По карте могу предположить, что будет аналогия. Если вы карту отдали кому-то своему мужу с мужской фамилией, родственнику, другу и так далее, там подобное, то и он вдруг, надо же, повел себя не по партнерски, то это опять же не страховой случай. А если я сижу дома, у меня карта, вот она, в руках условно или там в кошельке рядом лежит, и у меня приходит смс, что мне списали деньги. Если у вас есть страховка и эта ситуация как раз в троцевом случае попадает, то можно радоваться, что вы так предусмотрительно себя вели, потратили какую-то не очень большую сумму на страховую премию, выплатили ее в страховой компании, и вот теперь вам будет возмещено все, что у вас было украдено. То есть, грубо говоря, нужно первым, это, кстати, мы еще не обсудили, мы, я надеюсь, в четвертой части программы это сможем обсудить, выбрать банк, если мы говорим не о кредитных, а о дебетовых картах. Ну, потому что кредитные карты, там еще условия кредитов, это отдельная тематика, скажем. Если мы говорим просто о дебетовой карте, нужно выбрать банк. Мы сейчас, надеюсь, обсудим этот вопрос. Второе, если мы собираемся пользоваться вот такими страховыми услугами, то, соответственно, нам помимо договора с банком и грамотной консультации банковского служащего о том, что есть эта карта, как она работает, нужно еще будет разобраться со страховкой. Только после этого размещать там уже денежные средства, если такое решение было принято. Напомню, что мы обсуждаем сегодня все о пластиковых картах. Елена Мажухина у меня в студии. Мы продолжим беседу через две минуты после того, как выслушаем новости. Мы продолжаем обсуждать все о пластиковых картах. У меня в студии, напомню, Елена Мажухина, старший вице-президент Бинбанка. Елена, мы говорили о списаниях и о возможности страховки. До того, как мы обсудим вообще, как выбрать банк, тоже чуть-чуть затронули эту тему. У нас буквально чуть больше 10 минут осталось. Я хотела бы вас расспросить на такую тему. Если произошло списание, но при этом страховки такой нет, по той или иной причине, что делать человеку и кому может он предъявить претензии? Мы чуть-чуть затронули этот вопрос, но хотелось бы более глубоко понять его, потому что, к сожалению, такие ситуации происходят. Прежде всего, претензии нужно предъявлять к банку, с которым у вас есть договор, поскольку ни с кем другим у вас договора нет. Поэтому самое простое позвонить в колл-центр любого банка, который есть у каждого банка, и попытаться выяснить вообще, что произошло, действительно ли та операция, о которой вы сомневаетесь, так скажете, та операция, которую вы не совершали, потому что иногда бывает, что в выписке либо в отчете по карте таким образом зашифровано название, что иногда смотришь и думаешь, нет, это я не делала. Когда начинаешь разбираться, ты говоришь, о, это оказывается вот это, оказалось-то, название другое, магазин, который всегда вы знали под одним именем, в системах значится под другим названием. То есть, понятно, действительно ли ситуация есть, либо вам просто показалось. Второе, если вы понимаете, да, я совсем не согласен с этой транзакцией, это не моя транзакция, нужно обратиться в банк письменно. Банки, как правило, рассматривают такие заявления достаточно быстро, там, порядка пяти-десяти дней. Пяти-десяти. Если эта транзакция каким-то образом связана с платежной системой, понятно, что банк будет обращаться, проводить расследование, так называемое внутреннее расследование, обращаться в платежную систему и с ними выясняет, тогда срок увеличивается. Далее, если вы понимаете, что эта транзакция, несмотря на все ответы, полученные банком, вас все-таки беспокоит и вы считаете, что это не ваше, и банк вам дал отрицательный, к сожалению, ответ по какой-то причине, разобравшись, либо, к сожалению, бывает ситуация не до конца разобравшись, вы имеете право обратиться прежде всего в суд. Наверное, это последняя инстанция, в которой имеет смысл обращаться. Плюс ко всему есть государственные органы, которые защищают интересы физических лиц, это прежде всего Роспотребнадзор и Банк России, который надзирает за деятельностью всех кредитных учреждений Российской Федерации. И кроме того, существует недавно, пару лет назад, созданный в рамках Ассоциации Российских Банков Институт финансового ботсмена, который рассматривает жалобы в сумме до 300 тысяч рублей, именно жалобы физических лиц вот по таким ситуациям, сложившимся с банками. Имеет смысл, наверное, начинать с самого простого и бесплатного способа, ну а дальше смотреть по ситуации, что делать. В любом случае, судебная защита нам всем предоставлена Конституция, она гарантирована Конституцией, поэтому, если вы четко уверены в своей правоте, никогда не отступайте, действительно судитесь, пытайтесь добиться правды. А вот у меня еще такой вопрос, Елена. А из тех жалоб, которые поступают вот по такому вопросу в банк, большой ли процент положительных ответов банка по вашей практике? Ну, все очень зависит от того, какая это ситуация. Если, например, это скимминговые схемы, как правило, как правило, такие ситуации не единичны. То есть бывает, группа мошенников, да, вот то, что я немножко сказала, установила на банкомат что-то, поэтому какое-то количество карт банков оказывается скромпрометированное. То есть это могут быть карты именно этого банка, большого количества банков, клиенты, которых обращались, пользовались услугами данного банкомата. Информация о таких скимминговых схемах, она, как правило, правоохранительными органами распространяется, и банкиры знают, да, вот эта карта была скомпрометирована именно в том банкомате, однозначно понятно, что это мошенники. Поэтому там по такой ситуации близка вероятность ответа положительного для клиента к 100%. Если это что-то совсем-совсем уникальное, здесь очень все зависит от того, действительно ли клиент может доказать то, что у него было, либо не может доказать. И, да, по законодательству у нас какая-то, что ты утверждаешь, ты должен доказывать, в том числе и в суде. Если клиент просто говорит, нет, я этой операции не совершал, разбирайтесь сами, у банка достаточно связаны руки, да, потому что он не может выяснить, выезжал человек за границу или нет. Может быть, он на излечении в больнице находился и так далее, и тому подобное. Поэтому поведение с двух сторон, оно должно быть таким проактивным, и каждый должен стараться помогать своему партнеру, в данном случае банку либо клиенту, в тем, чтобы ситуация была разрешена. Презумпции какой-то такой, что такое-то количество жалоб должно быть рассмотрено в пользу клиентов, ее нет. Нет, я практику спросила. Я не с точки зрения отчетности, как у нас в полиции, ранее в милиции, палочная система, процент раскрываемости. Нет, ни в коем случае. Просто мне интересно, насколько это действенный способ. Я понимаю, что обращаться в банк нужно, даже формально, для того, чтобы впоследствии обратиться в суд, нужно обратиться в банк. А от этого никуда не деться. Но действенный ли это способ и реально ли потом не прийти все-таки, например, к тому же судебному процессу? А вот расскажите еще буквально кратенько, но очень интересно, про Институт финансового ботсмена. Что это такое и для чего создан, как работает и чем может нам всем помочь? Институт финансового ботсмена это новинка, так скажем, России. Для России это новинка, это не новинка, ни в коем случае, для зарубежных стран. Был в 2010 году, он создан в рамках Ассоциации российских банков как упрощенный способ просмотрения клиентских жалоб. Пойти в суд для всех для нас с вами, ну так скажем, не ежедневная работа и многократно, наверное, мы как потребители в магазине сталкивались с ситуацией, когда мы что-то выражаем недовольно. Он говорит, ну в суд идите. И мы понимаем, что, ну да, все-таки мы не пойдем. Но поскольку потребительское кредитование и вообще общение потребителей с банками у нас растет и развивается семимильными шагами, стало понятно, что человек оказывается в ситуации, когда он не защищен. То есть он пришел в банк, банк ему отказал. Пойти в суд страшно, тяжело. Что делать? Ну потом сложно написать заявление. Да, надо написать заявление. Либо расходы на юриста будут. Расходы для юристов. Ну, разные ситуации. Да, это очень медленно. Вас будут вызывать в суд на заседание. У вас в этот день работа, учеба, сессия, все что угодно. Вы не оказались два раза в заседании, вам оставили ваше дело без рассмотрения. Именно поэтому несколько банков выступили с инициативой создать вот такой альтернативный способ просмотрения споров между банками и клиентами, специализированные. То есть это не все споры, как в суде рассматриваются, разводы, наследство, строительство и банковские операции. Нет, это специальный уполномоченный, финансовый омбудсмен, который специализируется именно на таких спорах между физическими лицами и банками. Сумма была ограничена по решению создателя с 300 тысячами рублей. В принципе, для большого количества потребителей это более чем, что называется. Потому что если более 300 тысяч, то уже люди обращаются к юристам, это уже становится финансовый смысл. Да, имеет финансовый смысл. Поэтому Ассоциация Российских Банков имеет такой институт у себя. Можно найти информацию на сайте ARB, ARB.ru. Там есть сеть телефона, контакты и так далее. Там подобное. Обычное письменное заявление без какой-либо специализированной формы, то есть вам не откажут, потому что вы там что-то, какую-то галочку где-то не поставили. Заявление рассматривается в течение месяца или двух, в зависимости, опять же, от того, насколько быстро банк сможет реагировать, нужно ли время для рассмотрения. И это решение, что очень приятно для потребителя, является обязательным для банка. То есть если финансовый обоцмен сказал, ты, банк, не прав, то банк обязан его исполнить. Если же потребитель не удовлетворен решением финансового обоцмена, у него всегда остается конституционное право на судебную защиту. А вот скажите, Елен, все банки с этой системой и, соответственно, подчинены этому, ну, подчинены условно, конечно, да, в данной части обязательное решение финансового обоцмена и вообще сотрудничают. Это же нужно информацию предоставлять. Определенное должно быть сотрудничество в определенной форме. Все или нет? Нет, это абсолютно добровольный способ, который был придуман и создан шестью банками в 2010 году, как я уже сказала. Не все банки к нему присоединились, но, тем не менее, если ваш банк, который вас обслуживает, не вступил на суд финансового обоцмена, тем не менее, обратиться туда можно, поскольку действительно коллеги из АРБ стараются помогать физическим лицам и они попытаются каким-то образом с банком коммуницировать и помочь физическому лицу вот этот спор разрешить в свою пользу. Но все больше и больше количество банков вступает, присоединяется к этому институту и последнее время мы наблюдаем, что очень много на региональном уровне состоится, так скажем, маленьких институтов финансового обоцмена, которые активно работают и людям помогают. Вот смотрите, тогда мы плавно переходим, у нас три минутки буквально осталось кратенько, Елена, к тому, что нужно посмотреть и о чем нужно спросить банковского служащего, когда человек выбирает вообще, в какой банк, во-первых, он пойдет, ну и там уже второй вид карты тоже, мне кажется, более простой вариант, там больше от тарифов, наверное. А вот именно банк, то есть с какой платежной системой, состоит ли он, как мы сейчас выясняем, например, членом АРБ, я не говорю хорошо это или плохо, но просто как дает дополнительную возможность, нужно или не нужно, клиент сам решает. На что обратить внимание? Ну, а исторически в России нет такого понятия, как мой банк, да, когда разговариваешь с иностранцами, они говорят, я вот в своем банке, я в своем банке, то есть они еще на стадии школы, понимают, в каком банке они будут обслуживаться, они с ним растут, развиваются, у них нет такого вопроса, вот я взрослый, мне нужно для себя банк подобрать. Мы, не знаю, плюс это или минус, имеем такую возможность и каждый раз задаемся вопросом, как выбрать. Здесь, наверное, совет самый простой, так как если супруга себе выбираешь из спутника жизни, так же, наверное, и банк надо выбирать. Проводя налоги, опять же, могу сказать, да, что все выбирают по разным принципам. Кому-то важно, чтобы это было действительно в соседнем доме и никуда далеко не надо было ходить, чтобы был приятный стул и девочка очень мило разговаривала. Сколько это будет стоить и какая у меня будет защита, для кого-то это не важно. Логично, для определенной группы людей, да, это работает. Кто-то смотрит на имидж банка и читает в интернете информацию, насколько банк, так скажем, позиционируется, как банк надежный, банк успешный, либо наоборот, это очень консервативный банк, который подходит ко всем новинкам осторожно и не делает там никаких... То есть по репутации, по имиджу кто-то выбирает. Да, по имиджу. Кто-то выбирает, прежде всего, важна цена и сервис. Для кого-то очень действительно важно платить минимум, либо платить максимум, тогда иметь за это все, что в эту цену, собственно, входит. Поэтому, так же, как мы, принимая решение в любой другой жизненной ситуации, должны подходить к этому решению ответственно, выяснить все, что нам нужно, поскольку интернет нам позволяет эту информацию иметь. Сайты банка достаточно наполнены, и, как правило, вся необходимая информация на них есть. Конечно, если... Просто буквально полтора минуты, а у меня вопрос еще остался в связи с этим. Вот прихожу я в банк, выбираю, да, прихожу в банк и думаю, здесь открыт карту или нет. Мы сегодня разговаривали о том, что банк сотрудничает с разными платежными системами. Соответственно, имеет ли смысл, если человек, по крайней мере, озадачен безопасностью карты, выяснить, и скажет ли ему в банке, какие операции могут быть без подтверждения пин-кодом или там без тех же смс-сообщений, паролей или каких-то иных форм? Должны ли в банке рассказать это человеку, если для него это важно? Я не думаю, что банки полной этой информацией обладают, тем более вот те специалисты, которые с клиентами работают, потому что вопрос, в общем-то, так скажем, достаточно нестандартный. Я, по крайней мере, никогда не слышала, чтобы клиенты этим интересовались. Мне стало интересно, я даже не знаю, с какой, например, платежной системой банки, в которых у меня размещены средства и карточки имеются, сотрудничают. Ну, в России две платежные системы равнозначно работают, это Visa и MasterCard, Diners и American Express практически у нас не представлены, и UnionPay тоже, китайский у нас не очень развит, поэтому будет затруднительно получить, так скажем, карты этой системы. Поэтому я бы не стала ориентироваться именно на платежную систему. Будучи достаточно осторожным человеком, я имею карты двух разных платежных систем по одной простой причине, да, технические сбои. Елена, 15 секундочек. Я понимаю, что вы посоветовали нашим клиентам две платежные разные системы для того, чтобы всегда можно было заплатить. В эфире была «Формула права». С вами была я, Анастасия Браичева, Елена Мажухина. Увидимся, услышимся в четверг в 11. Анастасия Браичева. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok